Итак, мое небольшое выступление будет оказаться мультидисциплинарного лечения пирабельных меланом четвертой стадии. Итак, теперешний стандарт лечения, современный стандарт лечения для пациентов третьей стадии с амбитостазами в лимфатические узлы и кожа, легкие и другие расположения. В первую очередь это открытая операция, а потом адеватная терапия, радиотерапия, но только для пациентов с большим количеством позитивных лимфоузлов, либо с повторением этого. Это снижает риск региональных метастазов, и это очень эффективные системные агенты, о которых уже говорил профессор Давидов. Все это основано на клинических исследованиях, один агент анти-ПД-1, либо БРАФ и МИК ингибиторы. Либо, так как много появилось новых лекарств и комбинаций, то используются новые в клинических исследованиях и комбинационные блокады контрольных точек. Можно использовать либо препараты антител к ПД-1, возможно, с низкотозом анти-СЛТ-Л4. Как сказал профессор Давидов, опять же, пациенты с БРАФ-мутацией, таргетная терапия для них возможна с комбинацией БРАФ-мегингибиторов. Теперь давайте подумаем, зачем нужно это разделение и каковы задачи хирургии, когда мы делаем хирургии для операбельного меланобы в третьей стадии. Во-первых, мы хотим контролировать заболевание, это позволяет долговременную выживаемость у некоторых пациентов увеличить. И мы хотим предотвратить симптомы и добиться этого до того, как через период пациента все-таки умрет. Однако возникает после операции функциональный дефицит, и мы хотим снизить риски будущего регионального или дистантного заболевания. Вот два примера. Один в паху, а другой в подмышке. Это пациенты многолетней давности, и они вовремя не появились у врача. К сожалению, у них было региональное заболевание, которое не контролировалось. Но перед тем, как умереть, у этих пациентов было очень плохое низкое качество жизни из-за регионального заболевания, которое проросло сквозь кожу. И было и кровотечение, и инфицирование. Итак, даже если мы не удлиним выживаемость, не повысим выживаемость, мы все-таки можем контролировать дистантные заболевания, что неплохо для качества жизни. Я не буду говорить только о хирургии, хочу поговорить о будущем лечении, а именно о неоадивантной терапии и о базовых принципах, тех пациентов, у которых ограниченное заболевание четвертой стадии. Какое лечение предпочитается, если это в одном органе, и у них был интервал без заболевания в течение более одного года? Нужно убедиться, что нет дистантного поражения в каком-то другом месте. Что для этого делаем? Физикальный осмотр, ФЭТ и МРТ. И от чего мы достигаем хирургии? Да, нужно делать операции четвертой стадии, особенно по контролю ПЭТ и КТ. Задача повысить выживаемость благодаря только хирургии, плюс снизить симптомы, либо предотвратить симптомы у пациентов, у которых они были перед смертью, чтобы облегчить им жизнь. Пациенты с симптомами, если у них это есть, тогда более приемлемо опять же проводить операцию, если у них, например, кровоточащие метастазы. Это тогда оправдано. С другой стороны, если симптомов подобных у пациентов нет, как, например, метастазы в легких, нужно убедиться, чтобы операция была в безопасности и чтобы у нас было хорошее сочетание риска и пользы, хороший баланс. Сейчас много новых препаратов системных появилось и можно использовать в клинических условиях либо одевантную терапию после хирургии, либо, вот об этом я буду подчеркивать, неодевантную терапию до хирургии. Профессор Давидов упомянул, что существует уже четыре рандомизированных клинических исследования, которые продемонстрировали преимущество в выживаемости таргетной терапии у пациентов, Такие, как у нас встречаются, берафа МЭК, либо иммулотерапия анти-ПД-1 и пепо-зелемат в исследованиях. Ключевые исследования справа, это исследование КИНОТ, под названием КИНОТ, пожалуй, самое лучшее исследование. Там сравнивали препарат и палацебо, и вы видите разницу в уровне выживаемости. Однако, это лишь избранные пациенты, которые попали в исследование, потому что им сделали скрининг, и не было свидетельства множественных метастазов или дистантных поражений. Были пациенты, у которых уже была хирургия, после этого была дивантная терапия, и были пациенты, у которых был рецидив, или более запущенное заболевание, чем то, как допущено в клинических исследованиях. Несколько минут посвящу описанию будущего мультизаболитарного лечения пациентов стадий 3B, 3C и 3D. И операбельная четвертая стадия заболевания. В таких обстоятельствах, основное, что я хочу сказать, и сейчас, и в будущем, лучше всего пациентов не дивантную системную терапию применяться. Хотела бы начать фразой. Будущее сейчас не дивантная иммунотерапия очень хорошо. Мне очень нравится эта европейская публикация Александра Абермана. Она была опубликована всего лишь два месяца назад. И они утверждают, что будущее уже сейчас не дивантная иммунотерапия действительно изменяет исход в меланоме. Ну, не только в меланоме. Я в это тоже верю и хочу, чтобы это применялось сейчас или в ближайшем будущем. Ответ на дивантную иммунотерапию отличается от классического, когда после операции уже получают химиотерапию пациента. Вот пример от моей подруги, доктора Америка Роза. Вот метастазы в тазу АТПД-1 в терапии была применена. Через несколько месяцев мы наблюдали, что опухолевая масса снизилась в размере, но все еще остается. Все еще присутствует. И вот что еще интересно, что обнаружила доктор Роза. Роза сделали диссекцию лимфатического узла. И что мы здесь обнаружили? Хроническое всего лишь воспаление. А жизнеспособные опухоли здесь уже не было. Вот метастазы в подмышке. Две массы. На КТ мы определились, что они снизились в размере. Затем хирургия и патологоанатом рассмотрел. Опять же, не было жизнеспособных клеток опухоли. Нужно сделать радиологическую оценку. Это позволит судить, на самом ли деле у нас есть полный патологический ответ на иммунотерапию. Потому что массы, которые мы измеряем просто рентгеном, могут трансформироваться из ткани в опухоли в просто воспаленные ткани. И трудно различать частичный ответ и полный ответ на основе всего лишь визуализации. Так что нам нужно лучше изучать, чтобы понимать, есть ли у нас патологически полный ответ. И как и в лечении рака молочной железы нам, возможно, нужно будет изменять стратегию лечения. Мой коллега Женварда Педжер лечит меланомом, и он применял неодевантную терапию для высшописанных пациентов. Ему удалось снижать стадию опухоли, и это, в свою очередь, облегчало хирургическую резекцию. Он использовал патологический ответ как сурроганную точку, отсчёт или конечную точку для определения долгосрочной пользы. Так что патологический полный ответ повысился, и срок выживаемости тоже. Пациенты с патологическим полным ответом при терапии анти-ПД-1 мы не потеряли ни одного пациента из тех, у кого был такой патологический полный ответ, даже после долгого отслеживания, наблюдения. Так что вот появляются новые комбинационные стратегии, там может быть анти-ПД-1 и анти-СЛТ-1, 4, простите, и новые агенты препарата появляются теперь. Так что можно делать корреляционный анализ. И можно сказать, после немедленной экспозиции системной терапии, будет ли она работать, либо есть клоны клеток, которые резистентны, тогда терапия необходимо менять. И если мы наблюдаем улучшение ответа у пациентов с распространённой мезотатической болезнью, тогда такие пациенты лучше лечатся, у них может быть меньше иммунозапрессия. Так что ответ на неонтивантную терапию очень неплохой у пациентов, у которых не было экспозиции, и химотерапия у них более ограниченное заболевание, и более высокий ответ, чем у пациентов с распространённым методатическим заболеванием. И вот статья, которая несколько месяцев назад была опубликована в журнале Nature Medicine, это об использовании неодневантной блокады контрольных точек. Перечисляются авторы статьи. И вопрос следующий. Если мы проводим хирургию и после этого даём иммунотерапию, то только несколько клонов клеток могут действовать, и они не слишком-то разгоняют иммунную систему, усиливают её. А вы посмотрите, нижняя картинка, пациенты с неодневантной терапией до хирургии, то клонов клеток больше, соответственно, иммунная система усиливается лучше, лучше, более сильный иммунный ответ достигается, соответственно, и выживаемость дольше. Так что лучше иммунную терапию давать до хирургии, а не после хирургии. И за этим стоит генологическая логика. И хотела бы снова показать ещё одно исследование. Как влияет иммунотерапия, которую мы сегодня применяем? То есть буквально одна зона, одна зона, PD-1 блокада. Это в прошлом году опубликованное исследование в Nature Medicine. Видите, буквально одна доза, 30% пациентов дают такой патологический ответ, патоморфологию, и полный ответ после второй дозы. Посмотрите, у пациентов, у которых был вот этот полный ответ или почти к нему близкий, выживают 30 и даже больше месяцев. Но у пациентов, у которых более жизнеспособный опухоль, выживаемость была ниже. То есть это говорит о том, что ответ на иммунотерапию может быть прогностическим фактором выживаемости. Вот ещё одно пилотное исследование, тоже в МД Эндерсон у нас было сделано, коллег Джониса Варгарб. Пациенты в этой группе, видите, какая была мутация, получали новый одевант и сравнивали со стандартной терапией предхирургической. В исследовании пациенты, которые получали неодевантную терапию, посмотрите, давали полный патологический ответ, 62%. И выживаемость, посмотрите, была высокая, слишком большая, поэтому пришлось даже основить исследование. Это было пилотное исследование. Но и в нём, и в других, которые я вам уже показывала, есть прямая корреляция между полным ответом, его частотой и выживаемостью. Вот снова частота выживаемости, никто из пациентов не умер, и 25 месяцев мы отслеживали результаты исследования. За этим исследованием последовала крупная, мультидисциплинированная, где участвовало несколько институтов во главе с Джорджиной Лонго, тоже неодевантная. Берафа мутация 600 использовалась, дипрафадин и трометанин. И я только вам итоги покажу. Посмотрите, я 40 лет уже делаю клинические исследования на меланоме. Мы таких патологических ответов, полных, не видели никогда. Вот за включением только, которое мы видим на новых препаратах. Видите, полный ответ, 49% пациентов. Это впечатляет. Переходим к использованию комбинации иммунотерапии и исследования. Видите, хопатинеса – это третья стадия под пациенты. В Лансете по онкологии в последние два года публиковали статьи на эту тему. Второй этап исследования – разные дозы и схемы препарата. Вводились комбинации ипилюмамеда и неволюмаба. В прошлом мы высокие дозы ипилюмамаба 10 мг на килограмм применяли. Это высокие с очень высокой токсичностью. Сейчас эмболюминаба теперь выходит с волюмаба, и при этом снижается доза. И показывает исследование, что терапия становится лучше, чем просто монотерапия. Вот трехплечевое исследование, то есть три группы с разными дозами, как вы видите. Ипилюмамаба и валюмаба. И это третья стадия исследования. Если мы смотрим на радиологические ответы по критериям резиста. То вот разные схемы дозирования. И лучше всего, конечно, как вы видите в центре, центральная схема B. Мы видим 10% полного ответа и 15% частичного ответа. Но после хирургии, если мы посмотрим на патологический ответ после хирургического вмешательства, 57% показали полный патологический ответ. Это и 7% почти к нему близкий. То есть получается, что первая не предсказала полный патологический ответ. Нужно делать все-таки хирургическое вмешательство, и патологонат должен посмотреть на результаты. Поэтому для того, чтобы стадию этим пациентам дать, необходимо проводить хирургию обязательно. Вот три схемы лечения, дозировки. Мы видим пациенты, которые давали патологический ответ. Посмотрите, очень высокие. От 80% до 65%. В группе B высокие, самые высокие и менее токсичные была эта группа. Поэтому 1 миллиграмм на килограмм имполибимаб и 3 миллиграмма на килограмм навалюмаба. Совсем недавно были опубликованы исследования. Вот в Nature Medicine февральский выпуск были сводены данные по 92 пациентам, по шести проспективным неодъявантным исследованиям с добавлением или без НТ-ПДА1 плюс НТ-СТЛА4. Пожалуйста, или на Брафи-Меке, обратите внимание на эти статьи, где описывается иммунопатологический ответ и выжимаемость с иммунотерапией и таргетной терапией. Вот опубликованные ответы, а 3 года наблюдались пациенты с таким высоким риском. В общем, можно сказать, что у пациентов, у которых получали самые разные типы неодъявантной терапии, таргетной терапии, общий ответ патологический, 89% 24 месяца выживаемость у них была, а те, кто не, и показывали полного ответа патологического, 48% на этой же временной отметке. Конечно, впечатляет. Посмотрим пациентов, получающих иммунотерапию, сравним их с таргетной терапией. Опять результаты очень консистентные, последовательные. Пациенты с иммунотерапией показывали лучшие результаты, и ответ был более продолжительный по сравнению с пациентами на таргетной терапии, снова одевантный. Интересная информация на слайде. Посмотрим на разницу между иммунотерапией и таргетной терапией. Слева пациенты, которые дают полный патологический ответ, через 33 месяца прошло, и никто не скончался, и не было рецидива. Понимаете, это очень и очень впечатляет. А те, у которых не было полного ответа, да, 72% через 2 года все-таки они жили без рецидиров. Но сравнимо таргетную неодевантную терапию. Результаты те, кто дал полный ответ, хорошие, но не такие высокие, как на иммунотерапии. А те, у кого не было полного патологического ответа, посмотрите, у них даже ниже уровень выживаемости. О чем это говорит? Что даже у пациента, сбирав мутации, мы все-таки предпочитаем предменять иммунотерапию в качестве первого выбора для таких пациентов, за исключением тех случаев, когда симптоматическая болезнь или широко распространенные метастазы, когда не будет иммунного ответа. Подходим к заключению. Вот несколько месяцев назад опубликованное исследование по новоадъементной терапии. Два года беспрецедентной выжимаемости, беспрецедентной 96%. Это были высокорискованные проценты, то есть не на стазии 3А. И выживаемость, общая выживаемость 100%. Но по неодъементной терапии результаты впечатляют, но ниже. Вывод патологического ответа должен быть ранним точкой выхода суррогатной для клинических исследований и новым бетчмарком для развития и утверждения новых препаратов по лечению меланомы. Вот еще одно исследование. Я хотел бы вас с ним познакомить. Небольшое, но все-таки его представлю вам. 21 пациента, у которых нерезентабельные метастазы и стадия онкологии 3С по критериям мутации. После неодъементной терапии с БИРАФБЭК-инновацией 86% получили снижение стадии. И из 18 пациентов удалось сделать резекцию Р0. Помните, мы говорим, что резектабельно или нерезектабельно, это решает хирург. И у 9 пациентов был полный ответ или близкий к нему. Понятно, что радиологическая оценка нам не дает такой картины. Ну а теперь новые клинические исследования. Я вас призываю, если это возможно, в них участвовать. У пациентов с прогрессирующей стадией 3-ю. Это второй этап рандомизированных исследований, где сравниваются неодъювантные с адъювантным пембролизумабом. Американское исследование. И участвовало 556 пациентов. Сейчас исследование проходит одобрение. Вот еще в Европе началось исследование международное персонализированное адъювантной терапией в зависимости от ответа с комбинацией эпилемумабом и нивулабом у пациентов с меланопой 3-й стадии BC. Мы говорим о сирогическом лечении этих пациентов у пациентов, у которых либо полный патологический ответ или близкий к нему. После резекции индексного узла, видите, у них не было осложнений при наблюдении, у которых, если не было ответа, то тогда не удалось сделать подходящую резекцию. И пока эти исследования по терапевтическому, 60% пациентов удалось даже отказаться от хирургического вмешательства, потому что эта комбинация препаратов показала свою эффективность. Мы видим сдвиг парадимы. Вот за этим будущее лечение, поскольку препараты имеют высокую эффективность. Профессор Демидов говорил о метастатической болезни, и они видят улучшение выживаемости, и это меняет то, как потом делается хирургия. Но повторяю, что хирургия по-прежнему важна для того, чтобы правильную стадию определить у пациента. Неодевантная стратегия является рациональным подходом, и не было других вариантов. Раньше мы просто открытую операцию пациента проведили, и использование патологического ответа полного может быть таким суррогатным препоказателем результатов. Можно комбинировать стратегии для того, чтобы повысить патологический ответ без повышения токсичности в такие же разы. И такие исследования позволяют нам найти биомаркеры, как говорил об этом уже профессор Демидов. И я согласен, что для нашего будущего биомаркеры очень важны. И это позволяет исследовать более селективный подход к диссекции лимфоузлов. И нам нужно при этом либо клипсы, либо какие-то маркеры помещать в место метастазов, для того, чтобы мы проводили правильное удаление и определили, есть ли полный патологический или близкий к нему ответ. Последний слайд. Я считаю, что нет необходимости ждать исследования сравнения неодевантов с адъювантами, потому что я уже показал, как мне кажется, где, зачем будущее. Мы пока не имеем результатов тех исследований, которые идутся. К сожалению, пропал звук. Есть пациенты, которые хотят участвовать в этих внеудивантных исследованиях, таких замечательных. Поэтому давайте спрашивать себя лучший режим, как минимизировать токсичность, как визуализацию делать, какие мы можем делать сканирования для того, чтобы определять результаты, какие биомаркеры для определения полного патологического ответа. И если у нас будет более системная терапия, может быть, тогда будет меньше операций. Но, тем не менее, операции иногда потребуются для того, чтобы обеспечить лучший результат. На этом я вас благодарю и в том числе за честь, оказанную мне честь показать моим российским друзьям свою презентацию. Продолжение следует...